Добрый день дорогие друзья! Сегодня в рамках выставки МВЦ 2016 одновременно в двух городах в Пекине и Барселоне компания Xiaomi представила новый свой флагман Xiaomi Mi 5. Давайте поговорим об этом. Новое видео на канале Gadgetmania. Начинаем. Поехали! Для тех, кто покупает в интернете и хочет экономить свои деньги, мы представляем вашему вниманию новый полезный ресурс Gadgetmania.ru Все скидки и купоны собраны для вашего удобства в одном месте. Gadgetmania.ru. Экономим деньги вместе! Итак, давайте начнем разговор про Mi 5. Что мы знаем об этом устройстве на данный момент и наверное бы хотелось поговорить о технических характеристиках. Устройство сделано из металла и стекла. Оснащено операционной системой Android 6.0 на базе MIUI 7. Конечно же поддерживает все частоты LTE, 3G, 2G. В общем все здесь есть. И конечно же это Dual SIM режим. Возможность пользоваться двумя SIM-картами. Смартфон построен на технологии процессора Qualcomm Snapdragon 820. За графику отвечает Android 530. Итак, оперативная память на выбор 3 или 4 ГБ. И для хранения 32, 64 или 128. Слота под карту памяти нет. И это наверное единственный минус, который мы нашли на данный момент. Экран у нас IPS. Диагональ 5,2 дюйма. Разрешение Full HD. Плотность пикселя 554. И конечно же Corning Gorilla Glass 4. Стеклышко с обоих сторон. Это очень-очень привлекает и очень-очень симпатично все это деловое выглядит. Хотелось бы отдельно отметить, что компания Xiaomi молодцы в том плане, что они стали устанавливать дисплей более высокой четкости, более высокого разрешения. Потому что в принципе с связкой с таким процессором и с таким разрешением экрана, я думаю, все должно работать очень-очень хорошо. Конечно же в смартфоне установлены две камеры. Основная камера на 16 Мп диафрагмой f2.0 с присутствием фазового автофокуса, оптической стабилизацией изображения, с двойной светодиодной вспышкой и с возможностью записывать видео в 4К. Фронтальная камера на 4 Мп, точно такая же диафрагма 2.0 без автофокуса, видео записывает максимальное разрешение в Full HD. Интерфейсы по Wi-Fi, Bluetooth, GPS все здесь присутствуют. Конечно же есть разъем под гарнитуру 3.5, но введение это наличие сканера отпечатка пальцев, который я думаю будет работать очень-очень хорошо. Внешнее устройство достаточно похоже на продукцию от компании Meizu, на продукцию от компании Samsung. Присутствует физическая кнопка, которая находится под экраном и в нее встроен сканер отпечатка пальцев. Касаемо батареи, она здесь на 3000 мАч, несъемная и вес аппарата это 129 или 139 грамм. Теперь давайте поговорим о том, какие все-таки модификации данного устройства будут присутствовать на рынке, когда это все будет продаваться, где можно оформить предзаказ, где можно прочитать более подробную информацию. Перед собой вы видите пост в нашей группе ВКонтакте, на которую мы рекомендуем подписаться, дабы не пропустить свежие видео и интересные новости из мира хай-тек. Значит, Xiaomi Mi 5 существует в нескольких модификациях. Первая модификация с 3 гигабайтами оперативной памяти, с 32 гигабайтами постоянной памяти, с процессором Snapdragon 820 с тактовой частотой 1.8 ГГц, стоимостью с завода 306 долларов. Вторая версия, вторая модификация, тоже 3 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта постоянной памяти. Тот же самый процессор, но уже с тактовой частотой 2.15 ГГц, будет продаваться с завода от 352 долларов. И топовая версия, с наличием 4 гигабайт оперативной памяти, и со 128 гигабайтами постоянной памяти, с процессором Snapdragon 820 с тактовой частотой 2.15 ГГц, из завода данная модель будет продаваться за 414 долларов. Старт продаж намечен на 1 марта. Итак, переходя к тому моменту, где это устройство можно будет приобрести, мы пропагниторили все те магазины, с которыми мы работаем, которые мы рекомендуем вам в нашем шоу ТОП-3. И единственный магазин, который на данный момент имеет возможность оформить предзаказ, это магазин Кули Кул. В нем вы можете найти, ссылка будет в описании, на устройство. Соответственно, на Xiaomi Mi 5. Стоимость оглашается в порядка 500 долларов. Временно нет на складе, добавьте себе в заметочки. Я думаю, что это именно тот ценник, с учетом накрутки, с учетом перекупов. Порядка 50-70 долларов на каждую модель будут, скорее всего, накручивать продавцы. Поэтому, если вы захотите себе приобрести данную модель телефона в максимальном объеме, скорее всего, она будет стоить порядка 500 долларов. И, скорее всего, это будет продолжаться на протяжении нескольких месяцев после начала старта продаж. Что ж, компания Xiaomi действительно показала нам неплохое устройство. Очень много, скажем так, споров в интернете, стоит ли тратить такое количество денег. Или есть возможность приобрести тот же Mi Note, Mi Note Pro, который есть и продается на данный момент. И имеет стоимость от 300 долларов. Но тут, как говорится, бабка надбая сказала. Мне кажется, этот смартфон станет хитом продаж. Даже с учетом такого высокого ценника. На наши деньги это порядка 40 тысяч рублей. И я считаю, что, в принципе, у него есть все шансы стать популярным. И я думаю, что пользователи, в том числе с Российской Федерации, будут его приобретать. Есть также, конечно же, будет ссылочка в описании, профильная тема на форуме FOPDA. Здесь вы сможете ознакомиться и пообщаться с теми людьми, что кто на этот счет думает. Ссылочки тоже будут в описании. Конечно же, подписывайтесь на наш канал. Обязательно вступайте в нашу группу ВКонтакте. Обязательно проходите на наш сайт gadgetmania.ru. Добавилось больше 200 с лишним купонов. Сейчас их порядка около 270 купонов. Появились купоны на новые магазины. И здесь, скорее всего, будут отображаться те купоны, которые будут поступать в интернет-магазины Китая. Даже на Xiaomi Mi 5, на предзаказ, на старт-продаж. В общем, ждем 1 марта. Посмотрим на цены, которые будут в магазинах. Посмотрим на цены, которые будут на Алиэкспрессе. И будем держать вас в курсе. Большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.